Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый экспериментальный формат видео. Буду проводить маленький эксперимент. Вот, использую вот такой вот растворитель 646. Также использую вот такой вот растворитель ксилол. И буду я растворять сегодня пенопласт. Будем, так сказать, смотреть свойства и способность вообще растворить этот пенопласт вот этими растворителями. А также попробовать применить полученную массу для каких-то бытовых нужд. Видео будет экспериментальное. Озвучивать я буду прямо по месту. За кадром озвучивать ничего не буду. Давайте посмотрим, что из этого получится. Присаживайтесь поудобнее, а мы будем начинать. Для начала возьмем растворитель. И попробуем там растворить пенопласт. Наливаем немного. В итоге получилась вот такая масса. Для эксперимента будет использована вот такие две деревяшки, попробуем склеить. А также вот такие две клипсы между собой склеим. И посмотрим, как они будут держаться после высыхания. И склеиваем. Оставляем так до момента высыхания. Также попробуем склеить вот эти пластиковые клипсы. Также, друзья, решил попробовать склеить две металлические детальки, предварительно подготовленные, зачищенные. Посмотрим, как реакция будет с ними. Состав все тот же. Также нашел в интернете информацию о том, что такой состав имеет защитное свойство. Покроем, например, вот эту часть по линию. Водоотталкивающий эффект будет у нее. И защитный эффект. Посмотрим, насколько это правда. Наносим цветой же палочкой. Не очень удобно его наносить сразу. Сразу минус. Так, проверим попозже. Друзья, также, как говорят в интернете, можно использовать вот этот состав для гидроизоляции бетонных покрытий. Например, в гаражах, в подвалах и прочее. Предварительно зачистим кусочек небольшого бетонного покрытия и проверим, как оно себя будет вести. Воспользуюсь шпателем, чтобы было удобней. Экономней. Что ж, проверим, когда высохнет. Друзья, нашел еще вот такую вот штуку. Ксилол называется. Растворитель для автоэмали. Говорят, что реакция будет более бурная с ним. Давайте проверим. Берем наш стаканчик. Посуду. Наливаем туда немного. Вот. Друзья, вот такая консистенция получается. Это уже интереснее. Ее можно наносить кисточкой. Сейчас я добавлю колер. И попробую сделать прочную поверхность, заколерованную, которая будет защищена от влаги. И вообще посмотрим, как она будет выглядеть. Добавлю немного колера. Перемешиваю. Берем досочку. Консистенция получается похожей на лак. Слегка подкрашенной. Легко наносится кисточкой. Посмотрим после высыхания, какие свойства он приобретет. Также попробуем нанести пенопласт, разбавленный ксилолом, на бетон. Наносится он более удобно. Расход его меньше. Посмотрим, какие свойства получатся вместе с этим. Подождем немного. Завтра посмотрим. Так, друзья, прошло некоторое время. Давайте проверим наши склеенные детали. Ну, начнем с железа. Оно все прихватилось тут. Попробуем разорвать руками. Разрывается легко. Да, железо непригодно. Небольшим усилием разрывается. Пластик. Так, пластик. Ну, тоже, в принципе. Может быть, высохло не до конца. Пластик тоже нет. Так, и дерево. Смотрим дерево. Так, дерево уже посложнее. Дерево нет, не разрывается. Сейчас будем пробовать с чем-то. Держится. Но в целом, в целом, держится хорошо, но не отслаивается от дерева. То есть, держится очень прочно. Так, друзья, также у нас есть вот эта подопытная дощечка. Вот здесь был нанесен слой. Да, он защитит от влаги, но его сложно наносить. А вот здесь, на этой стороне, я наласил здесь в один слой, а здесь в два слоя. Давайте проверим, как отталкивает воду. Да, вода стекает спокойно. Не впитывается в дерево. В один слой тоже. Тот же эффект. А здесь, как видно, сразу впитывается. А здесь впитывается. А здесь нет. Ничего не впитывается, просто стекает. Также давайте посмотрим, что получилось у нас на бетоне. Все высохло. Вот первый вариант с растворителем 646. Он более такой укрывистый, но его неудобно наносить было. Тест с водой. То есть бетон впитывает, а вот это покрытие вот, оно скатывается в капельки и не дает. То есть видно, что вот это покрытие идеально подходит для нанесения, например, на бетон. Сделать, если пару слоев, то вообще будет отлично. То есть не впитывает влагу. Вот здесь, как видно, бетон впитывает. А здесь он вот, спокойно вода стекает. Идеальный вариант. Наносится удобно обычной кисточкой, вы видели. Вот этот вариант тоже, он водонепроницаемый, но его очень неудобно наносить. И большой расход будет. Так, друзья, какие выводы я хочу сделать? Как клей использовать в принципе можно, для столярных соединений. Для пластика и для железа, естественно, нет. Но растворив пенопласт в ксилоле, получаем отличную замену лака, добавляем колер. И получается отличное покрытие, которое водоотталкивает и защищает поверхность. Как на дереве, так и на бетоне, как мы видели. То есть это супер вариант. Друзья, если вам понравился такой пробный формат видео, я имею ввиду, это не самоделка, это своего рода маленький эксперимент. Ставьте лайки, если вам это понравилось. А также в комментах напишите свою реакцию насчет этого. Формат еще видео изменился, то что убрал я закадровую озвучку, озвучил все в реальном времени. Вот это и напишите, понравилось или нет, продолжать или не стоит. Также те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok